Ну вот, недовольство этой спешной повальной мобилизацией, объявленной Путиным, нарастает с каждым днем. Не зря же, видимо, создается это подразделение особого назначения, чтобы обуздать протесты. Но недовольство растет, и россияне готовы протестовать. Об этом сообщает украинская разведка, о том, что готовятся новые акции против мобилизации. Скажите, Вячеслав, какой может быть размах? Вы можете предположить, какие регионы, Москва и Питер, скажем, они выйдут протестовать? Мне вот, честно говоря, вообще неинтересно, кто выйдет протестовать. Мне интересно, кто будет воевать с Путиным непосредственно. То есть уничтожать вот этих спецназовцев, поджигать нефтеперерабатывающие заводы, соответственно, военкоматы, соответственно, администрации и так далее. То есть мы не говорим ни о каких протестах. Я представляю из себя, так сказать, представляю организацию, которая в России признана террористической, занесена в списке террористических организаций за номером 35. Ну и мы решили, ну что же, мы до этого как-то вели себя мирно, спокойно. Никого мы не били, не громили, не поджигали и так далее. Но раз уж они сами приняли такую форму игры, почему бы нам не поиграть? Сейчас мы проводим... Так почему же? Ну где, где, где эти люди? Где эти поджоги? Какие люди? Ну а вы что, не видите какое количество. Каждый день горят военкоматы, каждый день горят администрации, каждый день горят различные путинские структурные подразделения. Кроме всего прочего, я не знаю, куда вы смотрите. Я каждый день в своих программах даю отчет, что сгорело на этот раз. Вячеслав, при всем уважении, да, ну не всегда есть возможность вас посмотреть и послушать, поэтому хочется сейчас... Причинен материальный ущерб путинцам на 1 сентября более 20 миллиардов рублей. Пусть эта сумма незначительная, но она растет каждый день, как вы понимаете. И каждый день новые люди участвуют. И попадаются единицы, как вы понимаете. То есть из нашей организации попался только один человек, вот, когда поджег Орловскую администрацию. Мы видели очень красноречивую показательную ситуацию с мобилизацией, точнее с ее провалом, можно говорить, в Дагестане. Люди взялись буквально за оружие, люди избивали полицейских. Вот такую картину в России, где вы можете себе представить? В Саратовской области, где вы работали продолжительное время, там такое может произойти? Мы ее организовываем, понимаете. Нам мы не хотим ничего представлять. Мы хотим делать, да. Дагестан и Кавказ, я думаю, будут впереди планеты всей. Но вы же понимаете, что Дагестан и Кавказ подавят мгновенно, если больше никто не выступит. То есть везде мы должны наносить такие удары, чтобы путинцы никого не смогли снять. Никого не отправить ни на фронт с Украиной, ни в Дагестан. Видимо, пока недостаточное сопротивление. Сегодня Шойгу отрапортовал 200 тысяч новобранцев мобилизованных. Они уже собрали, мобилизация продолжается. Понятно, но больше 300 тысяч покинуло Россию. А сколько залегло на тюфяки, одному богу известно. У нас наша организация, так сказать, на две части разделилась. Одна часть перешла на нелегальное положение. У нас это очень хорошо получается. Другая покинула Россию, находится в ближнем к России зарубежье. И в любой момент может вернуться. То есть по любому зеленому свистку. Я могу сказать, что если бы нам было позволено собраться на какой-то территории. Ну, как вы думаете, сколько из этих 300 тысяч у нежелающих воевать с Украиной пожелали бы воевать с Путиным? Ну, я думаю, как минимум 10%. Ну, что, помешали бы 30 тысяч бойцов, которые отважно бы дрались с путинцами и рвали бы их на части. И путинцы бы не смогли сказать, что это какие-то украбендеровцы, фашисты, ну и всю остальную хрень. Понимаете, просто там никто ни разу не давал возможности повоевать с Путиным. Что-то и дело, конечно, не предоставляет вам такой возможности и такой площадки все вместе собраться. И, кстати, нужно признать не 300 тысяч, сейчас уже цифра 600-700 тысяч тех, кто уехал. В один Казахстан там больше 200 тысяч. Когда заявляют цифру, которую путинцы официально заявляют, я понимаю, что она гораздо больше. Она намного больше, я с этим абсолютно согласен. И поэтому и те, кто желает воевать с Путиным, их тоже гораздо больше. Давайте посмотрим сейчас географию, куда бежали от мобилизации россияне. Так, да, в Казахстан преимущественно это более 200 тысяч россиян уехали. В Грузию там порядка 70 тысяч. Больше 70, там 90 на самом деле. Да, там Финляндия дальше 40 тысяч и больше. Монголия 6 тысяч. Но я скажу, что сегодня Форбс написала со ссылкой на закрытый источник в Кремле, что там посчитали, что те, кто уехал от мобилизации, последняя информация, это порядка 600-700 тысяч россиян, которые уехали. Вячеслав, хотел вам задать вопрос еще один. Завтра две недели ровно с момента того, как Путин объявил об этой мобилизации. Вы говорили о том, что горят военкоматы. Есть ли некая уже статистика по всей России? Сколько за эти две недели было уничтожено тех же военкоматов? Сколько было произведено поджогов в силу того, что не каждый день мы имеем возможность отслеживать количество подожженных этих учреждений? Ну, более 20-ти, это мы знаем точно, да. Горели полицейские участки, в том числе горели администрации. Ну, огромное количество материальных ценностей сгорело. То есть, операция «Примус» рассчитана не только на то, чтобы поджигать силы мысли, как мы говорим. Действует экстрасенсы, да. Вот, не только на то, чтобы сжечь военкоматы. Ну, и самое главное, чтобы наносить чувствительный материальный урон. В условиях, когда санкции, я думаю, любая проблема, там, склад огромный, там, 2000 метров с шинами, да, он представляет очень серьезную ценность для путинцев, да, или какое-то нефтехранилище, или пилорамы. Вот у нас принцип «не дня без пилорамы». Если вы обратите внимание, то в России каждый день, каждый, я подчеркиваю, сгорает как минимум по одному деревообрабатывающему предприятию. Это, как бы, наша фишка, наша система. Поэтому мы доведем до того, что им гробы не еще будет делать, потому что не будет ни одного деревообрабатывающего предприятия. Вячеслав, а если говорить вот не о вашей организации, а о тех людях, которые они не знают и вообще, возможно, и не хотят даже знать. Скажите, готовы ли они, просто посмотрев те же федеральные каналы, выходить на улицу против этой мобилизации, участвовать в акциях «нет мобилизации» и могут ли такие протесты быть массовыми? Хотите честно, мне эти люди вообще неинтересны. Что они там хотят? Выходить, не выходить. Мы делаем свою работу. Если говорить о гражданах России, а о вас, как о гражданине России, который прожил долгое время в Саратовской области, вам же, наверное, известны более-менее настроения людей, тех людей, с которыми вы жили, которые вас окружали. Возможно, вам понятно, они намного больше, чем нам, которые сидят в Украине. Готовы ли сейчас россияне выходить? Мы находимся в информационном мире, и всем одинаково все понятно, если люди пытаются это понять, если они заходят на различные сайты, паблики, мониторят, а мы это делаем каждый день, какие-то местные СМИ и местные какие-то группы. Вы понимаете, совершенно нет необходимости находиться в кастрюле, чтобы понимать, что там варится. Мы понимаем, что варится в России, варится смута, варится серьезное недовольство Путиным. Путиным результат будет понятный, да, путинский режим рухнет, поэтому у него, в общем-то, мало шансов. Россия будет разорвана на части, Россия разлетится, как лоскутное одеяло. Понятно, что часть России заберет Китай, может быть, большую часть, какую-то часть заберут турки, да. Ну, поскольку многие народы России тюркские, возможно, Путин нанесет ядерный удар. Такой вариант мы тоже рассматриваем. И Путин его очень внимательно рассматривает. Вот недавно совсем, ну, я, как правило, анализирую глубоко ситуацию. Я не понимал, почему Путин ничего не боится. Вот он как-то так себя ведет развязанно. Понятно, что он проиграл войну, понятно, что все рушится, но он почему-то ничего не боится. У вас есть ответ? Да. И мне пришла мысль в голову определенная. И я стал подтверждение искать у наших соратников, которые работают в штабе РВСН и в других местах. И нашел то, что, может быть, еще даже не нашли ваши спецслужбы. Путин разместил ядерное оружие в Москве. То есть, за щитом он разместил ядерное оружие, понимаете. И если смотреть на развитие событий, да, и превентивный удар по России, ну, в случае, если Путин сходит совсем с ума, собирается нанести ядерный удар по США, по Великобритании, то тогда есть лайтовый вариант. То есть, американцы, англичане стреляют по пусковым установкам, по подводным лодкам, по всем тем точкам, откуда может быть нанесен удар, ядерный удар. И только по одной точке очень сложно стрелять это по Москве. Ибо вокруг Москвы система РВСН, да, раньше она называлась «Калоша», вот такая «Калоша», да, и в нее можно попасть, в эту «Калошу». А, кроме всего прочего, еще там 20 миллионов человек в этой агломерации проживает, представляете. То есть, нужно решиться, чтобы уничтожить 20 миллионов человек и несколько пусковых установок «Ярс» и «Тополь». Поэтому я сейчас совершенно официально заявляю, и это не прямые сведения, конечно, это анализ и сведения наших людей, которые, ну, не имеют доступ к сверхсекретной информации, но анализируют ту информацию, которую имеет, что Путин разместил ядерное оружие внутри кольца московского. Я имею в виду не садовое кольцо и не третье кольцо, а имею в виду «Калошу», имею в виду систему противоракет. А как же те люди, которые все-таки находятся в окружении Путина, но боятся, которым есть что терять, которые уже многое потеряли, и которые, судя по всему, и это подтверждает западная разведка, уже начали некую конкурентную борьбу на потенциально свободный пост главы России. Вот эти люди, которым не нравится то, что происходит, и они не хотят умирать, они готовы сейчас включиться и совершить некий переворот и смести Путина? Ну, я многих из них знаю лично, это ничтожество абсолютное. Если вы думаете, что это какие-то спинозы там сидят, это абсолютно ничтожные люди. Ну, есть там несколько человек таких, как Кириенко, который, если вы видели, когда Путин выступал, все сидели в ужасе, там кто-то хватался за голову, у кого-то глаза были на мокром месте. А Кириенко сидел очень довольный. Ну, не довольный, у него на лице было написано, что он как бы знает выход. И это понятно. То есть, таких людей не очень много. И я могу сказать, что они не имеют тех властных полномочий, чтобы рулить всей Россией. Все идет в разнос. Когда вам рассказывают про то, что там какие-то патруши возглавят Россию, да, это очень смешно, потому что патрушев, человек, которому не дали в тот момент, когда рассказывали, что он снимет Путина и возглавит Россию, он не получил звание почетный гражданин Санкт-Петербурга. Его послали нахрен просто открытым текстом, потому что он ничтожество. И там в основном такие люди. Путин собрал себе подобных. Он не собирал каких-то особо одаренных. Посмотрите, кто такой... Ну, а как же Кадыров, Пригожин, который позволяет себе сейчас достаточно острую критику высшего руководства Минобороны, бездарью назвали этого генерала Лапина. Вот он может мечтать занять кресло Путина? Да, и я недавно совсем говорил об этом, что наверняка Кадыров об этом не мечтает 100%. А вот Пригожин, безусловно, об этом мечтает. И он не понимает, что он никак не сможет это сделать. Но для этого он и готовит вот эту структуру. Вагнерс из головорезов, из преступников. Это он делает не для войны с Украиной, а для следующего раунда. Нет, не для переворота. Все понятно, что все рухнет, само собой. Переворот не нужен. Просто когда все рухнет, нужно быть полевым командиром и иметь какое-то количество штыков. И все. То есть тот, у кого будет армия, тот и будет править бал. Ну нет, не совсем так. Тот, у кого... Ну регулярная армия разбита, ее нет просто, да. А у него свои наемники. Он может претендовать на что-то, понимаете? И вы видели, как Лукашенко гонял в Абхазию, да. Потому что он тоже претендует на российский престол, да. И ему будут помогать китайцы. Вы видите, как нагло себя ведет Пригожин. Потому что, ну, он телак не очень умный, но дерзкий, да. Преступник неисправимый, закоренелый. И я вам, как криминолог, могу сказать, что такие люди почему-то считают, что, так сказать, Бога держат за бороду, да. То есть они считают, что они могут добиться самых-самых высот. Ну, кстати, иногда... Вы считаете, что режим Путина рухнет, а каком временном отрезкивает? Какой временной отрезок вы подразумеваете? Я думаю, что это произойдет очень быстро. Я не знаю, какой это будет временной отрезок. Я думаю, что это очень быстро произойдет. Это события до 24-го года, до выборов. А? До 24-го года, до выборов. Какой 24-й год? Вы что, прикалывается, что ли? Нет никаких 24-х годов. Никто столько ждать не будет. Ни Сыдзенпин, который старый. Ни Эрдоган, который старый. Байден 16-го числа будет встречаться с Сыдзенпином. Россию будут делить. Какие 24-е годы? Вы что? Сейчас люди точат ножи, и мы в том числе взвешиваем наши силы. Какие регионы мы сможем забрать сразу, а за какие придется воевать. И то же самое и у вас происходит. Вы что же думаете, у вас сейчас рассуждают о том, сейчас мы там прогоним с Донбасса, с Луганска, заберем Крым, вернем. То есть вы считаете, что все произойдет намного быстрее, чем 24-й год? Так не будет. То есть намного быстрее все будет, вы считаете? Да, да, и намного страшнее. То есть кровопролитие будет чудовищным. То, которое мы сейчас видим в Украине, это так, это предбанник, что называется. А баня будет позже. А каким вы видите будущее России после тех событий, которые вы описываете? А все будет зависеть от того, кто как подсуетится, насколько расторопными будут люди, кто сможет объединиться. Вот сейчас мы уже можем назвать участников, которые будут биться за куски будущей России. Ну давайте прямо вот начнем с Украины. Там легион свободная Россия. Я понимаю, что там нет ни одного человека в этом легионе. Но зато есть форма, шевроны. Можно нашить на любых людей легион свободной России. И их сколько угодно придет. Вячеслав, а если говорить о субъектах Российской Федерации? Там ведь достаточно своих малых народов для того, чтобы разделить Россию и стать отдельными субъектами. Про это вообще разговоры нет. Чечня отвалится мгновенно. Там какие-то регионы, такие как Тува, Бурятия, Якутия. Это отрезанный ломой. Там нечего ловить. Там получит это все Китай. Вы понимаете, регионы тоже они не сами по себе. Есть некие регионы, которые могут как-то, например, Калининградская область, которые могут как-то выстоять. И единственными стать Россией в составе Евросоюза. А остальные нет. То есть там либо будут рулить турки, либо будет Китай. Ну, какие-то могут быть другие варианты. Я говорю, потому что участников огромное количество. Понимаете, Лукашенко тоже, он не сидит сложа руки, как видите, он готовится. Тот же Пригожин не сидит сложа руки. Всякие Стрелковы, Гиркины не сидят. И мы тоже не сидим сложа руки. Вячеслав, что ж, будем наблюдать. Спасибо вам за эту точку зрения. Остается только ждать. Вячеслав Мальцев, российский оппозиционер, бывший заместитель председателя Саратовской областной думы, был с нами в прямом эфире. Мы говорим, не ждем, а готовимся. Смерть тиранов, власть народа. Спасибо вам большое. До свидания. Слава Украине. Героям слава. Избавиться от шрамов войны, следов ранений, травм и ожогов. И все это полностью бесплатно. Во Львове 20 частных клиник запустили благотворительный проект. Всем украинцам, пострадавшим во время войны, проводят лазерную коррекцию рубцов. К этой инициативе подключились и международные медицинские компании. Они обеспечивают пациентов необходимыми препаратами. Подробности далее в нашем следующем сюжете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова